Девочки и мальчики, я рада вас приветствовать на уроке математики. Проверьте свою готовность к уроку. Итак, мы начинаем. Думать коллективно, решать оперативно, отвечать доказательно, бороться старательно и открытия нас ждут обязательно. И я очень надеюсь, ребята, что вы сегодня для себя на уроке математики обязательно хоть чуть-чуть, но откроете что-то новое. Итак, ребята, сегодня на уроке математики на устном счете я вам предлагаю задания, в которых мы с вами вспоминать будем единицы длины. Посмотрите, пожалуйста, на доску. На доске вы видите записи. Каждую запись мы с вами должны преобразовать, то есть выразить величины в сантиметрах. Давайте попробуем первое выражение вместе со мной. Один дециметр и семь сантиметров. Сколько же это всего будет сантиметров? Сразу каждый для себя решил. Один дециметр это 10 сантиметров, да еще семь сантиметров получается 17 сантиметров. Молодцы. Идем дальше. Семь метров и три сантиметра. Мы с вами помним, что в одном метре 100 сантиметров, а в семи метрах, конечно, 700 сантиметров. Да еще три сантиметра, и мы получим с вами 703 сантиметра. Молодцы. А дальше сами умницы справились. Работаем дальше. Посмотрите, пожалуйста, на доску, ребята. На доске у меня задача. Читаем вместе со мной. За один день скворец может пролететь 75 километров, а синица на 25 километров больше, а почтовый голубь в пять раз больше, чем синица. Сколько же может пролететь почтовый голубь? Сразу ответить на этот вопрос мы с вами не можем, потому что мы с вами не знаем, сколько же может пролететь синица. А для этого мы с вами 75, прибавим 25 и узнаем, что 100 километров может пролететь синица. Верно. А вот голубь еще в пять раз больше, чем синица. Значит, голубь, ребята, может пролететь 500 километров. Молодцы. Вот как много. Работаем дальше. Следующая, ребята, интересная, и в то же время познавательная задачка. Самые длинные перья у фазана, птица есть такая, длина перьев 173 сантиметра. И лишь только у домашнего петуха феникса хвост длиннее на 327 сантиметров. Какой же длины хвост у петуха феникса? Верно. Если мы к 173 сантиметрам прибавим 327 сантиметров, и мы с вами узнаем, что длина хвоста у феникса 500 сантиметров или, ребята, целых 5 метров. Очень длинный хвост. Я с вами согласна. Дальше, ребята, еще одна интересная познавательная задача. Мост Дунхай – один из самых длинных перекрестных морских мостов в мире. Он имеет общую длину 32 500 метров и соединяет между собой материк Шанхай и глубоководный порт Яньшань в Китае. Давайте попробуем, ребята, выразить длину 32 500 метров в километрах и метрах. И мы с вами узнаем, что оказывается, ребята, этот длинный мост у нас продолжительностью 32 километра и 500 метров. Очень огромный и длинный. Я с вами согласна. Молодцы. Ну а мы, ребята, сегодня на математике снова продолжаем с вами изучать письменное деление многозначных чисел. Сегодня мы с вами продолжаем делить на двузначное число. Верно вы догадались, ведь скоро нам предстоит делить на трехзначное число. Поэтому сегодня мы давайте еще раз обобщим, проговорим памятку, вспомним алгоритм деления на двузначное число. Посмотрите, пожалуйста, на доску. Давайте прочитаем вместе со мной. Итак, первый шаг. Я думаю, что уже все запомнили. Определяю первое неполное делимое и сразу же определяю число цифр в частном. Дальше. Делю первое неполное делимое на делитель и нахожу цифру частного. Для этого у нас с вами есть, ребята, черновичок, который наш помощник. После этого умножаю цифру частного на делитель. Иду дальше. Вычитаю из неполного делимого произведение частного и делителя. Проверяю. Если я вижу, ребята, что остаток меньше делителя, значит, эта цифра в частное мне точно подходит. Дальше образую следующее неполное делимое и продолжаю деление, ребята, так до конца, пока не снесу все цифры вниз. И только после этого я смогу определить частное в том или ином примере. Посмотрите, пожалуйста, на доску, ребят. На доске у меня пример шестизначный. Но пока мы с вами делим на двузначное число. Прочитаем вместе со мной. 191632 нам нужно разделить на 59. Делимое делитель частное. Шагаем вместе со мной. Первый наш шаг. Определяю первое неполное делимое, чтобы определить количество цифр в частном. Начинаю. Ну, понятно, что 1 на 59 разделить не могу. 19 не могу. А вот 191 разделить на 59 могу. Поставлю тихонечко в частное частное. И понимаю, что у меня в делимом осталось еще три цифры. Значит, в частном, ребята, у нас с вами будет четырехзначное число. Итак, начинаю пробовать делить. 191 мне нужно разделить на 59. Беру черновичок рядышком. Для этого попробую в частное взять цифру 3. Быстро столбиком умножаю 59 на 3 и понимаю, что при умножении у меня получится 177. А 177 меньше первого неполного делимого 191. Значит, цифра 3 нам подходит. Отнимаю от первого неполного делимого 177 и понимаю, что в остатке получилось 14. Сношу цифру 6 и получаю второе неполное делимое 146. 146, ребята, нам нужно разделить на 59. Попробую взять в частное цифру 2. Для этого столбиком 59 умножу на 2 и понимаю, что при умножении у меня получится 118. Отнимаю второе неполное делимое и вижу, что остаток получается 28. Цифры еще не закончились. Сносим цифру 3 и получаю третье неполное делимое 283. Теперь 283 мне нужно разделить на 59. Попробую в частное цифру 4. Быстро на черновике умножаю столбиком 59 на 4 и понимаю, что при умножении получится 236. А 236 меньше чем 283. Значит, цифра 4 в частное нам подходит. Отнимаю третье неполное делимое. Отнимая, понимаю, что остаток получается 47. Но еще не все цифры мы снесли вниз. У нас, ребята, еще осталась цифра 2. Спускаем эту цифру 2 вниз и понимаем, что получилось число 472. Вот 472 нам нужно разделить на 59. А раз больше сносить нечего, значит, мы с вами понимаем, что должно быть такое число, которое точно нам поможет завершить этот пример. Давайте попробуем в частное число 8. Так как при умножении 9 на 8 будет в ответе 72. Заканчивается как раз на цифру 2. Умножаем столбиком 59 и 8 и понимаем, что получается 472. Больше сносить нечего. Значит, смело пишем остаток 0. Решение примера завершено. Посмотрите, получилось несколько, ребята, неполных делимых. Делимое, делитель. И только прошагав такой большой путь, мы с вами нашли частное. Частное четырехзначное число 3248. Запишите этот пример к себе в тетрадь. Молодцы, ребята. А теперь посмотрите на доску. На доске у меня записаны три примера. Эти три примера, каждый из них деления на двузначное число столбиком. Я уверена, что вы уже сможете самостоятельно справиться с письменным делением столбиком на двузначное число. Запишите и попробуйте выполнить деление самостоятельно. Первый пример. 828 разделить на 36. Вспоминаем наш алгоритм. Определяю первое неполное делимое. 8 на 36 невозможно, а вот 82 на 36 возможно. Значит, в частном будет две цифры. А дальше, пожалуйста, сами, проговаривая алгоритм. Молодцы, ребята. Прорешав, я думаю, каждый из вас получил в первом примере ответ 23. Во втором примере у вас будет в ответе 75. А вот в третьем примере у вас в ответе будет 32. Вот те, ребята, у кого получились именно такие ответы, вы большие молодцы, у вас все получилось. Если вдруг кто-то ошибся, не страшно. Мы с вами учимся и обязательно научимся выполнять деление столбиком на двузначное число. А нас с вами ждет впереди уже деление на трехзначное число. Молодцы, ребята, вы справились. На этом урок математики у нас с вами подходит к завершению. Ребята, я еще раз вас очень прошу дома потренироваться делить столбиком на двузначное число и обязательно все время повторять алгоритм, проговаривать его вслух. И только тогда у вас все получится. Посмотрите, ребята, на слайд и выберите понравившееся предложение. Вот скажите мне, пожалуйста, как вы оцениваете свою деятельность, свою работу на уроке? Я думаю, что вы действительно потрудились, вы действительно постарались и у вас все получилось. Вы большие молодцы, ребята. продолжайте работать также. На этом наш урок математики завершен. Я говорю вам спасибо за урок и до свидания.